Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм. Сегодня рассудилось мне поразмышлять вместе с вами на одну очень щекотливую тему, которая вызывает немало дискуссий в христианской среде. Это тема взаимоотношения закона и благодати, взаимосвязь закона и благодати, или Турат Маше, как мы говорим, и благодать, любую формулировку используйте. Проблема в том, что среди всех известных мне попыток разъяснить эту тему, есть диаметрально противоположные точки зрения. И мне бы хотелось сегодня посмотреть на этот вопрос для вас вместе с вами, с позиции, разумеется, священного писания, но преломляя это через традиционный иудаизм. Для тех, кто, может быть, впервые смотрит наше видео, я хочу сказать, что я считаю, что все писание богодухновенно, а именно весь Танах, Библия, как мы ее называем в русском языке. Остальные же источники, которые я в том числе использую, будь то Талмуд, Медрашим, Агадот, любые другие иудейские источники, я считаю полезными и интересными, которые могут помочь нам какие-то вещи понять на страницах священного писания, но не приравнивая их к Библии. Вот эта оговорка, на мой взгляд, важна. Итак, если мы зададимся вопросом, как иудаизм смотрит на другие народы, то на сегодняшний день, наверное, есть две глобальные позиции. Позиция первая выражается примерно так. Нам все равно, что Бог делает с другими народами, для нас главное, что Бог делает с Израилем. Окей, такая позиция есть. И справедливости ради надо заметить, хотя это, в общем-то, чисто моя субъективная оценка, наверное, таковых в иудаизме большинство, которые считают так. Итак, позиция вторая, которых, вероятнее всего, меньше гораздо, которая говорит о том, что Бог будет оценивать другие народы, не Израиль, с позиции семи заповедей Ноя, то, что называется Митсвот Бней Ноах. Почему? Потому что когда... Потому что в Ное Бог дал эти заповеди для всех народов. То есть логика примерно такая, что в Ное Бог дал заповеди для всех народов, потом Израилю Он еще добавил заповедей, но другим народам ничего не добавлял. Поэтому другие народы будут судиться или оцениваться по этим семи заповедям Ноя. Что же такое семь заповедей Ноя? Рамбом пишет так. Каждый человек из среды других народов, который, признавая семь заповедей, старается их исполнять, относится к категории праведников, и ему уготована доля в мире грядущем. По утверждению Рамбома, а я еще раз подчеркну, что это классический иудаизм, Бог будет оценивать и даст место в мире грядущем, то есть то, что мы называем Царствием Божьим, Царствием Небесным, Малхута Шем, там будет ему место, как праведнику, вот если он исполняет эти заповеди, при условии, что он не относится к еврейскому народу. Почему именно эти заповеди? Мы с вами читаем 9 глава книги Бытие, Берешит, 9 глава, 9 стих. Я заключаю с вами и с вашими потомками союз, завет. Во-первых, как мы понимаем, что все люди, живущие на земле, это потомки Ноя, это раз. И во-вторых, впервые здесь заповеди связываются с таким термином, как завет, используя современный разговорный язык русский, мы могли бы сказать договор. Именно поэтому эти заповеди и являются определяющими для людей, живущих на земле. Что это за 7 заповедей таких? Эти заповеди мы находим в 9 главе книги Берешит, Бытие, и там так это не выражено, как мы сейчас будем говорить. Разумеется, что этим источником для остального послужил Талмуд. Я просто хочу это привести в качестве примера с небольшими комментариями. В принципе, вы можете, читая то, что написано в Библии, сравнивать. Вы увидите, что там нет противоречий. Есть, может быть, разъяснения какие-то или комментарии. Но, в принципе, эти 7 заповедей, сформулированных в иудаизме, мы можем найти именно там, когда Бог заключает завет с Ноем. Итак, первая заповедь – это запрет идолопоклонства. Другими словами, это утверждение монотеизма. Интересно, что с позиции этой заповеди, например, иудаизм смотрит на христианство и говорит о нем как об идолопоклонстве. Почему? Потому что христианство верит в Троицу. Тогда как к исламу с позиции этой заповеди претензий нет. И, как мы с вами знаем, именно эта заповедь очень часто нарушалась до потопа, поэтому неудивительно, что Господь о ней говорит, заключая завет с Ноем. Дальше, следующая заповедь – запрет богохульства. И здесь поясняется, что человек, в принципе, склонен винить в своих грехах, в своих проблемах, в своих ошибках других. А, по сути, это и есть, это было характерно для допотопного мира, винить во всем Бога. Есть немало агодот, которые говорят о том, что перед потопом люди грешили, понимая, что грех – мерзость в глазах Бога, грешили против него, чтобы досадить ему. И вот, по сути, это и есть богохульство. Запрет на убийство. При всей очевидности этой заповеди нужно добавить вот какой момент и вот какой комментарий. Когда речь идет о запрете на убийство, речь идет о запрете на преднамеренное убийство, если выражаться юридическим языком. То есть, если речь идет о войне или смертной казни и так далее, то они не попадают под эту категорию. И именно поэтому, например, в законе Моисеевым они в дальнейшем регламентируются отдельно. Запрет воровства. Тоже, казалось бы, очевидная заповедь. Есть только маленький интересный комментарий, который я нашел у раввинов, которые говорят о том, что речь идет не только о краже каких-то материальных благ, там, машину, деньги или еще что-нибудь в этом роде. Ну и, например, сюда же относятся, можно сказать, философский или социальный аспект, кража чужого времени, кража чужого внимания и так дальше. Следующее. Запрет на разврат. Интересно, что традиционный иудаизм, говоря о разврате, говорит примерно то же самое, что мы находим у Шауля, апостола Павла, по его посланиям. Они говорят так, что если предыдущие грехи, о которых мы здесь говорили, они направлены против внешних, против Бога или человека, то этот грех, он направлен против собственного тела, в первую очередь. Есть запрет есть от живого существа, имеется в виду животного. Строго говоря, эта заповедь говорит о том, что у окружающей нас среды есть тоже свои права. И в дальнейшем в иудаизме на основании, так скажем, или в развитии, или в дополнении этой заповеди появляется идея кошерного забоя, то есть как правильно, по каким правилам нужно забивать животное для того, чтобы его употреблять в пищу. Заповедь творить правосудие. И здесь комментаторы дают пояснение, что речь идет не только о том, что суд должен быть честным, ну как бы само собой. Речь идет о том, что сама система должна быть выстроена так, чтобы защищать обиженных, защищать обезболенных. Итак, вот такие семь заповедей Ноя. Еще раз я говорю, это не есть равнозначное тому, что написано в Танахе. Вы можете прочитать девятую главу книги Бытие и увидеть то, что там есть. Почему я считаю, что вот это важно знать? Несмотря на то, что это из иудаизма взято, из классического, с самой проблемой взаимоотношений с людьми, которые не относятся к еврейскому народу, столкнулись первые не раввины, первыми столкнулись с этой проблемой ученики еще. Когда среди неевреев становилось все больше и больше верующих, и возник вопрос, а как им жить вообще? Мы с вами читаем на страницах Священного Писания, что в древности были так называемые богобоязненные или были празелиты, и иудаизм их жизнь в древности регламентировал довольно просто. Нужно было пройти определенные процедуры. Другими словами, нееврей мог стать евреем и таким образом как бы наладить жизнь с Богом. Когда масштабно люди из других народов начали принимать Ишоа как Бога, возник вопрос, а как же быть с ними? И даже были такие, о чем мы читаем на страницах Деяния апостолов, даже были такие, которые ходили и учили, что человек не может принять Машеха, Иисуса, прежде нежели он не обрежется и не примет закон Моисея. И действительно конфликт идей здесь был очевиден, именно поэтому на страницах Деяния апостолов 15 главы 6 стихом мы с вами читаем, посланники же из старейшины собрались для рассмотрения данного вопроса. То есть, по сути, это был то, что называют Первый Иерусалимский собор, и он был посвящен именно этому теме, нужно ли у веровавшим из неевреев, из языческих народов обрезываться, не нужно ли обрезываться, если нужно соблюдать заповеди и закон, в каком объеме его нужно соблюдать. То есть, уже у Первой Церкви эта проблема и этот вопрос возник, и апостолы на Первом Соборе искали на него ответ. Если мы с вами читаем дальше Деяния апостолов 15 главы 20 стих, по сути, здесь выражено постановление. Лучше написать им письмо, предписывающее им воздерживаться от оскверненными идолами, то есть от идолопоклонства, от блуда, от удавленного и от крови. Конечно, если мы сейчас возьмем заповеди Ноя так, как они выражены в Танахе, и то, к чему пришли апостолы, это вещи очень похожие. Разницу, по сути, я бы списал, наверное, на то, что одно написано на еврейском, а другое написано на греческом языке. То есть, при переводе всегда какая-то часть смысловая теряется. Но почему мне нравится идея, что апостолы при принятии этого решения руководствовались заповедями Ноя? Во-первых, потому что существует действительно эта логика, что все живущие на земле являются потомками Ноя. А во-вторых, мне очень нравится идея, которую я часто повторяю в своих уроках, что апостолы, принимая какие-то решения, проповедуя, утверждая какие-то вещи, очень часто ссылаются на священные писания, очень часто ссылаются на тексты Танаха для того, чтобы подтвердить правильность своего заявления. То есть, мне очень нравится идея, что апостолы, принимая это решение, руководствовались не какими-то идеями, просто я сталкивался с другими толкованиями на этот текст, я не буду их сейчас приводить, но мне именно нравится идея, что апостолы, принимая свое решение, основываются на Танахе, на священном писании, и говорят по сути так, что нужно людям, уверовавшим вешуо, которые уже получили Духа Святого, которые уже по всему видно с Господом, нужно ли им что-то в дополнение. В Танахе написано, что то, что Бог заповедовал Ною, Он по сути заповедовал, а я еще раз напомню, что это было закреплено заветом, договором, то есть Он по сути заповедовал это всем живущим на земле. Именно поэтому, когда мы с вами читаем в Деньях апостолов 15-21 стих, апостолы говорят, так как с давних пор в любом городе есть люди, проповедующие Маше, и его слова читаются в синагогах каждый шаббат. Другими словами, они говорят, мы принимаем это решение на основании Турат Маше, да, закона Моисеева, который имеет отношение ко всем людям, живущим на земле. Итак, подводя итог, для неевреев, уверовавших в Иисуса, есть только заповеди, бнейнуах, как их называют. Формулируйте их, как хотите, в виде семи. Мне просто нравится, во-первых, число семь, и мне нравится идея, что это очень структурно, очень понятно, очень доходчиво описано. Вы можете просто брать, как это написано напрямую в Танахе, и они решают, что ничего другого добавлять не нужно. В заключении добавлю, что исключением из этого являются евреи, уверующие в Иисуса, и неевреи, верующие в Иисуса, живущие в земле обетованной. Но этому будет посвящен отдельный урок. Сегодня мы говорим только о заповеди для уверовавших в Иисуса, сыновей бнейнуах, да, то есть потомков Ноя, не имеющего отношения к еврейскому народу. Я очень надеюсь, что мне удалось как-то прояснить для кого-то эти вопросы. Да благословит вас и Господь. Шалом алейхем, бешем еще, ма шеях. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok